Ребят, всем привет! Это мой новый ролик и в этом ролике я хочу вам рассказать про употребление мхамора, которое составило в моем случае целый год. Я расскажу про плюсы, про минусы и, конечно же, всех бонусов, которые он мне смог дать за целый год употребления. Начал я его употреблять после, конечно же, добавок витаминов, после БАДов, когда мне стало всего этого мало. Я наткнулся на одного человека в интернете, который ходил по лесу и рассказывал что-то про мхамора. У меня уже есть ролик про мхамор, когда я начал только употреблять и первые свои там дни я описывал. Теперь же у меня есть база накопленного знания, которое я собрал за целый год. Самые, наверное, интересные его свойства начнем разлаживать с того, как он меняет сознание, как он меняет восприятие мира. Начнем с того, что все-таки этот мхамор делает так, что заполняет рецепторы гамг в мозге, который отвечает за желание, например, выпить алкоголь, за курение. То есть, когда ты принял мхамор и думаешь о том, чтобы покурить или попить что-нибудь, по привычке ты можешь это сделать, учитывая, что у тебя есть опыт до этого ранее. То есть, ты это делал, ты в этом стабильно всем жил. Но если ты это сделаешь под мхамором, то проблема будет в том, что ты, скорее всего, не опьянеешь. Тебе понадобятся большие дозы, чтобы опьянеть. Если ты уже выпил, то ты будешь в более-менее трезвом состоянии думать, зачем ты это сделал. Потому что ты будешь ощущать трезвое сознание, при этом ты будешь понимать, что сейчас в тебе, скажем так, интоксикация всего организма. И ты не будешь понимать, зачем ты это сделал. То есть, ты будешь себя уже винить, но осознанно. То есть, так именно, что ты в следующий раз уже, если будешь дальше его употреблять, конечно же, ну, вряд ли притронешься как минимум к алкоголю. Даже мысли такие не появятся. И помимо влияния рецепторов к алкоголю, как это вообще работает? У нас есть рецепторы гамм в голове. На эти рецепторы длится, допустим, алкоголь, никотин. Но когда на них уже, на этих рецепторах сидит мухамор, мухамор, да, то нет места для контакта рецепторов алкоголя, курения. И, конечно же, вот именно вот эта вот фишка дает бессмысленность в употреблении алкоголя. Берем дальше же, что его свойства как мощного антидепрессанта. Ведь с начала его приема я сразу, конечно же, это очень странно, но это первый препарат, который я ощутил, что он работает сразу. Употребил я его в первый же день со своим другом. И перед тем, как его употребить, я прочитал очень много информации, очень много отзывов. Я, конечно же, изучил весь интернет, полазил все, что смог, прочитал возможные исследования про этот мухамор. Потому что все-таки, ну, абсурд, опять-таки, мухамор употреблять. Ну, нам всем внушали, что это плохо. Скорее всего, как раз в этом-то и есть основная причина того, почему его скоро могут запретить. Про его антидепрессантные свойства можно говорить долго, потому что в первый же день он подарил состояние счастья, просто вот покоя. То есть, когда тебе, когда вот грустные мысли, они больше не имеют смысла. Они больше, вот ты как будто жил в огромной капсуле, да, капсуле всех людей, которые впускал в себя, то есть, весь негатив, работу принимал, злился, принимал, работал, еще чему-то даже был рад там, да. После употребления как раз-таки мухамора, вот твоя капсула сжалась очень осознанно, ты начал ее видеть, эту капсулу, и после вот этого вот люди, которые вот тебе мешали, ты начинаешь их осознанно видеть, особенно они уже выталкиваются с этой вот капсулы, с этого объема, который неправильный, и ты начинаешь видеть мир немножко по другим ракурсам. Я даже для этого ролика надел рубашку, потому что все-таки видео очень ответственное, так как, на самом деле, я потратил много денег, причем не жалею ни капельки за каждый грамм мухамора, что я потратил, ведь в дальнейшем я начал собирать его сам. Перенесся к мухамору. По поводу депрессии. У меня было год назад, как раз-таки до того, как я начал его употреблять, мощнейшая депрессия, ну, по моему мнению. Депрессия — это не просто состояние, когда тебе, ой, не хочу ничего делать, ой, мне плохо сегодня утром, а депрессия — это то, что может длиться, там, больше двух недель, и ты чувствуешь состояние апатии, состояние, то есть, ты даже не ловишь состояние эйфории, когда ты гуляешь, там, каждые четыре дня. Потому что состояние эйфории примерно приходит каждые четыре-пять дней. В депрессии ты перестаёшь ловить это состояние. Ну вот, как раз-таки, приняв первый же день мухамор, я и принимаю сейчас, эффект всё равно есть. Он есть, просто я не могу его так явно отследить, потому что у него эффект накапливающийся. Если употреблять микродоз, то нужно, конечно, долго употреблять. Но если принимать, там, дозы по пять грамм, там, целую неделю, ну, либо небольшие перерывы делать, либо, там, пять грамм употребил, два дня отдыха, то, в принципе, за месяц в твоём организме скапливается это вещество. Плюс, фишка микродозинга, что он не особо жёстко, то есть, перестраивает все параметры в твоём организме, то есть, не особо жёстко обостряет всё то, что, всё то говно, которое в себе собиралось. А вот как раз таки большие дозы, они немножко от них можно и треповать, и, конечно же, довольно жёсткие для кого-то болезненно перерабатывать своё сознание. Для кого-то мухамур может стать выходом в окно, для кого-то может стать учителем жизни, причём той жизни, которую он видит сам, то есть, не которой ты хочешь в нём видеть, да, то есть, ты не можешь точно знать, что будет с тобой, когда ты будешь треповать под мухамуром, под пантерном, под псилоцибином и так далее. Просто мухамур это то, что ещё пока доступно, пока ещё не запретили, и если есть такая возможность, ты можешь им пользоваться, конечно же. Ну, как нормальный человек, я попробовал с микродозингом. Микродозинг, конечно, работает, но под мухамуром можно только, когда есть нормальные дозировки. Опять-таки, должен быть трипситер с тобой, потому что нужно контролировать человека, то есть, ну, трип может длиться 2-3 часа, то есть, я никогда не впадал в состояние, где я полностью терял над собой контроль, но в первый же день я ощутил все плюсы его. Самое прикольное, что когда ты утром, не знаю, даже перед сном принял его, ты утром просыпаешься, идёшь на работу, у тебя вроде как не должно быть настроения, но тебе просто хорошо. Ты идёшь, всё такое ярко, чётко, так как он очень хорошо прокачивает зрение, и на самом деле влияет на ночное зрение в темноте. Это было проверено не только мной, но и на моих знакомых, на моём дяде, например, тоже он вообще курит, и в принципе работает в дальнобое. После двух дней употребления мухомора, именно как дозинга чая мы нормально сделали, с ним выпили, и всё было довольно успешно, так как он на следующий день уже дал мне заявки о том, что капец, что у меня случилось, я могу видеть номера машин, там в туманную погоду, в дождь, то есть, это было для него открытием, для меня это было понятно, но я ещё раз подтвердил, что, правда, не исследованием, конечно, тут внушить вряд ли что-то получится, да, что всё это работает. Фишка от него такая, что вот за долгое употребление его, то есть, ты вырубаешь свет, у тебя в комнате, будто ты видишь темноте, я не знаю, как это описать, но со зрением он работает тоже. По поводу того, что он там рак лечит, язвы, это уже должны быть, конечно, исследования, но, скорее всего, они сейчас уже проводятся, просто для всех исследований нужно время, то есть, никто не думал, что всё-таки он его будет употреблять, прямо так, хотя, мне когда-то в детстве, я помню, папа сказал, что мухомор это гриб будущего, я задумался, когда топтал его, и вот сейчас я стою перед вами, рассказываю о его полезных свойствах, и надел, конечно же, эту рубашку. Ребята, всем, кто хочет начать употреблять его, скажу сразу, что я никого не навязываю, никому не говорю, чтобы вы его употребляли, потому что это всё-таки серьёзная, штука, только после изучения информации в интернете, полностью ознакомившись с материалом, который может помочь вам контролировать себя в состоянии мухомора, ну, конечно же, не одни вы будете желательно, вы можете приступать к его употреблению, заказать его можно в интернете, везде, где хотите, то есть, просто пишем, купить мухомор, не важно, Минск, любой ваш город, вы найдёте, ну, а на этом было всё, ребята, всем удачи, и всем пока!